Всем привет! С вами Мария Георгий, Florarium Plants, и мы находимся в одном очень интересном месте. Сейчас пол одиннадцатого вечера, мы тут одни. Судя по надписям, вы уже могли догадаться, что мы находимся на территории океанариума. Это океанариум на ВДНХ Москвориум, и сегодня мы тут будем монтировать, вернее, пока еще демонтировать террариумы. Это будет первый террариум, который мы будем переделывать. Здесь двойная ниша, ну, вернее, этот террариум разделен на две части. Слева у нас жила голубая акуфия, а справа изумы грандисы. Сегодня нам предстоит демонтировать вот это все наполнение шикарное. Ну, вернее, оно нормальное, просто нас попросили сделать красиво. И сегодня мы начнем демонтаж. Ну, собственно, потом будем вам рассказывать потихонечку о том, как здесь все происходит и показывать процессы. Небольшой наш арсенал для демонтажа. Давайте немножко расскажем о том, что здесь происходит. Ну, во-первых, сама емкость интересна тем, что здесь гнуты вот такие стекла, видно, конечно, сейчас очень плохо. Их бы нам не разбить, потому что гнутые стекла стоят очень дорого. Сейчас Гоша развлекается со светом, чтобы было удобнее работать. Дно здесь из фанеры, внизу находится грелка, там же стояла система опрыскивания. Мы ее уже временно сняли. Ну, и, собственно, здесь наклеен кокосовый мат. И задняя стена, ну, наверное, все-таки бетоном покрашена. Вряд ли это стадонт. Ну, может быть, тогда, да. Ну, сейчас будем крошить, узнаем. Нам предстоит здесь сделать обычную для нас зеленую живую композицию. Но задача еще в том состоит, чтобы сделать это не очень быстро растущим. Потому что, сами понимаете, куфи лазить и еженедельно стричь, что еще удовольствие. Ну, вот, в общем, сейчас мы будем все разламывать. Вот такую штуку мы обнаружили. Оказывается, у террариума просто не было задней стенки вообще и боковых тоже. То есть тут нет стекла, ничего. Вот. Просто эта декорация выполняла роль стенки. Теперь нам предстоит как-то это все сделать, чтобы это было герметично. Ну и вообще. Ты еще покажи, что она прогибается внутрь и что будет, если озарить воду. То есть она даже не приклеена была к боковой вот этой фанерной стенке. Если сюда полить водички, это все протечет, естественно, на пол. Так что все, что нам казалось таким простым, оказалось столь неожиданным. Мы, честно говоря, не готовы были к такому, потому что нам говорили, что это делают люди, которые знают, что делают. Видимо, никто это не предполагал. Ну что ж, нам не привыкать к сложным задачам. Итак, мы докопались до низа. Здесь покрытие сгнило. Вот оно все покрыто грибами и рвется легко руками вся эта штуковина. Хотя это, по идее, опять полимерная сетка, что ли, была, я не знаю, покрытая, тоже не пойми чем. Вот, ну и водичка уже просачивается потихоньку. Нашего сегодняшнего дня. Это отмытые стекла. Дырки на заднике. Теперь нам предстоит сделать внутри закрывающихся стекла новый террариум. Ну, в общем, да. Всего-то. В общем, мы немножко не это планировали, но, знаете, мы тут прикинули, что у нас за последний год не было ни одного крупного нормального проекта. Ну, в смысле, они начинались все нормальные, а потом начиналось нам сделать теплицу, охлаждение, запустить и наше животное в космос, еще что-нибудь. Поэтому, в общем, мы уже такие, ну, окей, ладно, значит, будем собирать террариум. Ну, мы так поняли, что это вообще, поскольку это океанариум, мы так понимаем, что это стандартная сборка. Просто нам не пришло в голову о том, что для влаголюбивых животных, ну, и поскольку запрос был сделать влаголюбивую емкость, ну, то есть емкость с растениями, с хорошим поливом, ну, как-то, что никто не предусмотрел материалы. Так что для тех целей, которые они использовались, она вполне себе подходила, но, правда, она бы сгнила все равно, рано или поздно. Ну, вот так у нас вышла вот такая вот дырка, тут мы постеснялись, ну, как бы, мы не можем убрать полностью всю эту конструкцию, потому что боимся, что тогда нам вообще придется заново здесь все собирать. Вот, мы оставили вот так, ну, у нас есть план уже, будем его реализовывать. Вот такую конструкцию мы соорудили, чуть увеличили в размере. Я так понимаю, что сейчас еще до верха дойдет, и дальше надо герметизировать. Кодовая пленочка для гидроизоляции. И вот так вот ее на степлер, чтобы вода уже никуда не протекла. Процесс приклеивания пленки. Гоша очень не нравится запах. Надо было противогаз взять. Вот этот, который у нас для обработки, думаешь, не перехватит. В общем, задачка та еще. Надо вот в эти карманы запихать эту пленку, приклеить ее, еще, я так понимаю, разгладить. Продолжаем монтаж нашего террариума. Если вы смотрели сериал Декстер, то, наверное, это напоминает участие его. Вот такая у нас гидроизоляция. Использовали мы прудовую пленку. Боже, я ее сначала приклеил страшно вонючим клеем. Не знаю, как мы ввел машину до дома. Но, в общем, мы доехали нормально. Ну и сейчас уже последние секунды крепежа. Дальше нам предстоит композиция, запенивание. Ну, в общем, еще как-то к этому прилепить решетки. И мы решили использовать для этого коряки Чечил. И не поленились, ездили, купили бамбук. Новый способ крепления решеток. Такого вы еще не видели. Так. 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 Он теперь на болтике. И еще проклеиваем-клеиваем. Для гидроизоляции. Прошло несколько дней. Мы вернулись в стены океанариума. Сегодня санитарный день. Это такой день, когда здесь нет посетителей, а только рабочие. И мы успели попасть тогда, когда еще включен свет. Так обычно нам сюда можно было приезжать только после 10 вечера. Хожу на воду, наслаждаюсь рыбками. Сегодня нам предстоит все это засиликонить, отодрать пену. Убрать лишние части, будет много мусора. Вот что у нас вышло. Вот такая емкость. Но мы уже испуганно писали, что может быть сюда не влезут животные. Но, как обычно, 90% пены удалится. И сейчас мы этим и займемся. Обрезка пены завершена. Что у нас получилось? Вот здесь у нас гидроизолирующий слой. От коряк мы все оттерли. Пена. Сделать специальные дырки для растений. Коряги чечу. Кстати, очень красивые. Это бамбук. Здесь тоже, как мы видим, остался гидроизолирующий слой. Места для поддержания. Сейчас все это надо засиликонить. Ну и в следующий раз уже будем подключать оборудование и сажать растения. Сколько там? 6? Нет. В середине 13 тысяч. Наверху 45 тысяч. В самом-самом низу 3000. Ну, нормально. Да, хорошо. Здесь уже установлен один ОФ-светильник. Мы засиликонили. Теперь надо дождаться, пока все высохнет. Установились оставшиеся обороты не имеют. Прошла неделя. Мы приехали сегодня. Должны были сажать растения. Но на нас подействовали санкции. На самом деле, я смеюсь, но ситуация очень печальная. Потому что 31 числа уже должны здесь сидеть животные. Но, похоже, это не состоится. И случилось вот что. Мы всегда пользовались силиконом Чемлюкс и Саудал. Коричневого цвета. Саудала сейчас в России нет. Мы уже объехали все магазины, включая опт, в котором мы его покупали. Мы нашли силикон Ультима. Он несколько дешевле. Но тоже коричневый. Протестировали его в магазине. И на нем мы уже запустили террариум в Ботсаду. Так вот. Через два дня в террариум в Ботсаду у нас случилась беда с Маргравией и с Рафидафорой. Была версия, что либо мы заморозили, либо уксусное отравление. Если до этого мы еще сомневались, то сегодня, придя на объект, внимание, опять, после того, как прошла целая неделя, мы зашли и подошли к этому террариуму и поняли, что сегодня сажать нам придется. Но мы бы в жизни этого не сделали. Все, конечно, ужасно пахнет. Скорость изставания у этого силикона явно ниже. Видимо, поэтому он дешевле. И производитель другой. Но от таких мелочей, как видите, очень многое зависит. Мы сейчас, конечно, посадим часть растений. Оставим, придется нам оставить все это проливаться, оставить открытым. И завтра будем смотреть, что случится с нашими бедняжками. Надеемся, что все будет хорошо. Так что вот такие дела. Все не слава богу. Ну, а так мы уже установили фитинги. Сейчас будем, видимо, вызывать чистовую зачистку уже делать всего. То есть стенку вот там в одном месте еще надо почистить. И посадим часть растений. Будем смотреть, что будет дальше. Конечно, стоим опрыскиванием. Уже ОФЛ установим. Вот такие дела. Прошло 3 часа. Визуально ничего не изменилось. Но на самом деле за это время мы собрали адскую конструкцию со светом. Тут отдельная эпопея была с ножками, с установкой ОФ и светильников. Чтобы все это красиво висело. Чтобы можно было и помыть, и лампочки не портились. Потом, конечно, отдельная эпопея была с установкой опрыскивания. Но она заключалась в основном в том, что наш шланг сзади это утирали, он бы пропустить. Пока там скрутились все фитинги. Пока настроили опрыскивание. Тут не очень большой объем. И нужно, чтобы вода не попадала на стекла. Пока мы все это проверили. И потом ждали, что будет с запахом силикона. В общем, в итоге, сегодня мы, конечно, не закончим. Посадили уже, наверняка посадили, поставили два экспериментальных экземпляра. Завтра будет видно, насколько все печально. Но вроде бы после промывки все стало не очень ужасно. Сейчас мы еще соберемся и еще раз проверим, что там с запахом. Будем надеяться, что все будет хорошо. И завтра мы уже сможем завершить, чтобы 31-го часа на Хэллоуин животные уже сидели на месте. Да, здравствуй, Кенариум. Мы следующий день. Сейчас мы сделали дренаж, засыпаем в грунт. Что мы можем вам сказать? Ну, в общем, когда сюда подходишь, здесь пахнет уксусом. И вот эта несчастная маргравия. Она все-таки пожглась. Давайте на нее поближе посмотрим. Ну, все растения реагируют по-разному. Поэтому, в общем-то, ничего критичного. Сдохнуть она не сдохнет. Но лист назначен у нее поженный. Аспарагусу было безразлично. Но у нас нет выбора. Нам завтра уже здесь должны сидеть животные. Поэтому мы посадим растения. Конечно, мы предупредили уже всех о сложившейся ситуации. Но посмотрим, что будет. Скорее всего, нам придется часть растений менять. Будем надеяться, что не придется. Засаживаем уже вторую емкость. Собственно, сам процесс. Здесь мы решили использовать маргравии. А сокоподобные вещи. Сейчас покажу, что получилось у нас вот здесь. Плохо пока видно. Здесь у нас аспарагус серповидный, нефролипис дафи, листья магнолии и пирозин мулярифолия. Не забываем, что здесь у животных должно быть видно, поскольку это экспозиция. Поэтому растений много не стали сажать. Здесь вообще волшебно выходит. Хорошо. Перед вами конечный результат. Вот что у нас получилось. Справа у нас будет сидеть филизума дагаскарская, а слева куфин голубая. Для того, чтобы было видно животных, мы использовали относительно не сильно занимающее место растений, которые будут разрастаться еще. Потому что нас еще просили, чтобы сюда не надо было часто лазить и стричь. Ну, в общем, вот так у нас получилось. Все гидроизолировано, стенка восстановлена. Завтра сюда заселится животное. Пишите в комментариях, понравился ли вам данный проект. Хотели бы вы еще, чтобы мы что-нибудь сняли. И всем пока. До новых встреч. Пока.